Добрый вечер, приветствую всех зрителей канала Форума Свободной России на нашем стриме. Меня зовут Дмитрий Семенов. Сразу же попрошу вас поставить лайки и, соответственно, не забывайте про чат к этой трансляции, куда вы можете писать ваши вопросы и подписывайтесь на канал, если вдруг первый раз зашли к нам. Ну а с нами сегодня на связи находится журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте мы с вами в первой части поговорим про мир в нескольких аспектах. Швейцарский саммит мира, который должен состояться в июне. Мы уже, судя по всему, понимаем, что в нем не примет участие Джо Байден, в нем не примет участие Си Цзиньпинь. А в таком случае нужно ли вообще это мероприятие в таком составе? Ну, я думаю, что цель этого участия не собрать всех тяжеловесов, а цель этого мероприятия, она немножко другая. Она заключается в том, чтобы какое-то количество стран, там будет их 50 или 80, выразили свою политическую позицию в отношении тех пунктов, которые предложены будут. Тут вопрос, что будет предложено Путину. По самым разным версиям, это все-таки будет не полностью мирный план Зеленского, а нечто более лопедарное. То есть, речь пойдет о приостановке, речь пойдет о свободе судоходства, об обмене пленными, о выдаче всех украденных детей в Украине. Ну, в общем, короче говоря, какая-то более сжатая формула. Ну, в этом смысле имеет, конечно, смысл. Я, извините за тавтологию, я с самого начала, в общем, как вы помните, в наших беседах призывал не переоценивать этот саммит, потому что, ну, в любом случае, все решится на поле боя. Понятно, что существенного расширения списка сторонников Украины не будет. Понятно, что никакой саммит не в состоянии сдвинуть позицию Китая, никакой саммит не в состоянии превратить в таких активных сторонников Украины Индию, Бразилию и так далее. То есть, на самом деле, ну, из самого начала я исходил из достаточно все-таки ограниченной пользы от этого саммита. Призывал его не переоценивать. Ну, в общем, реальность подтвердила то, что это было нецелесообразно. Имеется в виду переоценка значения этого саммита. Но, тем не менее, по-прежнему он не становится бессмысленным. То есть, какая-то дипломатическая работа, какая-то попытка убедить мировое общественное мнение в абсолютной правоте Украины, в праве Украины защищать свою территорию, жизни своих граждан, она, в общем-то, все равно имеет смысл. Так что, ну, да, безусловно, присутствие, возможно, присутствие Байдена придало бы этому саммиту какой-то вес. Но не уверен, что это было бы решающим фактором. Что же касается Си Цзиньпина, то с самого начала было понятно, что он исключает свою возможность присутствовать на этом саммите. Я даже думаю, что, я не уверен, что и министр иностранных дел будет участвовать. То есть, ну, поскольку у Китая совсем другая позиция, и, в общем, особого смысла присутствия на этом саммите Китая, в общем-то, с самого начала не было. Ну, давайте о позициях этих тогда и поговорим, поскольку Зеленский публично заявляет, да, обращается даже и к Си, и к Байдену, что он хотел бы, чтобы они присутствовали на этом самом саммите. Но те по разным официально озвученным причинам не могут, да, ну, понятно, Байден вроде как не может, потому что формально у него там некие предвыборные мероприятия, такая причина называется. Что касается Си Цзиньпина, насколько я понимаю, Китай хочет, чтобы в этом саммите также и Россия принимала участие. А каковы реальные причины у того же Байдена и у того же Си не принимать участие в этом саммите? Вы знаете, я не думаю, что здесь есть какое-то лукавство. Это тот случай, когда люди говорят правду. Я думаю, что для Байдена это было очевидно, и тут особо скрывать нечего. Для Байдена, конечно же, предвыборная кампания его гораздо важнее, чем Украина. Вообще в целом, чем Украина. Поэтому, более того, даже Блинкин, когда тоже как-то выражал свое отношение к этому саммиту, говорил о том, что, да, Соединенные Штаты Америки и администрация Белого дома нынешняя, она поддерживает Украину, поддерживает все, что Украина собирается делать на этом саммите. Но главное, что все-таки выборы, поскольку, как объяснил Блинкин, если нынешняя администрация, ну, в частности, Байден, конкретно Байден выиграет выборы, то тогда все будет хорошо. Тогда будет Америка по-прежнему поддерживать Украину, и с Украиной будет все в порядке. Ну, а если, не дай бог, это произойдет что-то другое, и выиграет Трамп, то тогда все, конец Украине. Ну, вот так примерно, то есть, на самом деле, именно этим Блинкин объяснил приоритеты, что главные выборы, а Украина подождет. Ну, опять-таки, можно сколько угодно комментировать эту позицию, но она такова. Что касается Си Цзиньпина, то, ну, на самом деле, он действительно, на самом деле считает, что, так сказать, он поддерживает Россию в этой войне, и считает, что собираться без России на подобного рода форум бессмысленно. Ну, а то, что с Россией этот форум вообще теряет всякий смысл, это Си Цзиньпина не касается. Так что я думаю, что они, они на самом деле, действительно выражают свою реальную позицию. А это никакая не отмазка, это никакое не лукавство, это действительно их настоящая позиция. А вам не показалось, Игорь Александрович, что после визита Путина в составе большой делегации в Пекин, Китай как-то больше сблизился с Россией? Потому что после этого прозвучало заявление от Минобороны Британии, по-моему, о том, что Китай поставляет летальное вооружение России. После этого Китай начал масштабные военные учения, снова такая некая эскалация вокруг Тайваня произошла. Ну, насчет Тайваня это отдельная история, все-таки здесь это не сближение с Россией, это скорее просто, ну, обычная такая тактика демонстрации намерений Китая. Ну, а что касается сближения, да, действительно, можно сказать, что не зря съездил, ну, во-первых, так сказать, продвинул топинамбер и говяжий хрящик, что является стратегическим решением, но, во-вторых, отдал Большой Уссурийский остров, тоже важная история, кому он нужен, этот Большой Уссурийский, в России земли, и без него много. Ну, а в-третьих, да, действительно, видимо, какие-то переговоры, касающиеся вооружения, провели, и, да, действительно, Китай еще в большей степени будет помогать России вести эту войну. Так что, в общем, единственная, конечно, проблема с экономической точки зрения, помимо топинамбура и говяжьего хрящика, никаких других решений не было. Газпром даже вообще, так сказать, оставили дома, имеется в виду Миллера. Ну, а так все остальное хорошо с военной, с политической точки зрения, это был, безусловно, успешный, успешный визит. О мире, в своем понимании этого слова, заговорил и Путин, ну, как заговорил, если верить, публикации Reuters, тот же самый, да, о том, что Путин готов остановить войну на нынешней линии фронта, мол, достигнутого достаточно, чтобы продать россиянам победу. Ну, вообще, на прошлой неделе было много подобных публикаций, тот же Reuters писал о том, что у Путина нет никаких реальных планов в отношении стран НАТО, это, якобы, журналистов Reuters заверили из окружения Путина, он, мол, всем своим советникам об этом рассказал. Была публикация Financial Times о том, что новая мобилизация в конце года в России грядет, ну, точнее, не то, чтобы грядет, а она просто необходимо будет по развитию ситуации на фронте, а Путин очень бы ее не хотел. С чем вы связываете? То есть, это очевидно, в особенности, если говорить о Reuters, да, это очевидно, что намеренный слив со стороны России. Прямо вот сама публикация открыто говорит, тут не нужно даже читать между строк. Ну, с чем вы связываете этот слив? Какой сигнал хотят вас ввать? Ну, здесь несколько вещей. Во-первых, ну, что касается самого содержания публикации, ссылки на то, что это говорят люди из окружения Путина, ну, как? Ну, не может ли, не может же человек, который находится в окружении Путина, врать? Ну, как вы, как вы себе представляете, да? Ну, и Путин, неужели можно заподозрить этого человека во лжи? Ну, люди лгут каждый раз, когда открывают рот, и поэтому ссылаться на их позицию довольно странно. В целом, я думаю, что целью подобного рода сведений, подобного рода вбросов и, прямо скажем, фейков, которые сейчас... Это не единственный фейк, который существует и живет сейчас в западной прессе. Цель предельно понятна, и она даже не одна. Первое, это действительно воздействие на общественное мнение, в том числе и на общую атмосферу вокруг вот этого саммита мира. Что какой саммит мира? Путин же хочет мира. Зачем он нужен вообще, этот саммит мира, если Путин хочет мира? Вы там что-то собираетесь, приглашаете 80 стран к беседе, а Путин, как участник войны, которого вы не приглашаете, он вообще самый главный голубь. Он миролюбец основной. Пригласите его, и все, и мир настанет. Вообще вопросов нет никаких. То есть, это попытка воздействовать на общественное мнение, представить Путина как главного голубя современности, в противовес кровавому ястребу войны, Зеленскому, который вот почему-то не хочет мириться с таким дружелюбным и миролюбивым Путиным. Это первая позиция. Ну, а вторая позиция, это действительно попытка надавить на мировое общественное мнение, чтобы оно перестало, во-первых, поддерживать, ну, в частности, страны евроатлантической цивилизации, чтобы перестали поддерживать Украину и попытались действительно склонить не к миру, понятно, никакого мира Путин не хочет и не допустит, но к некой передышке, к приостановке войны. Когда Путин мог бы как-то переформатировать свою армию, экономику, перевооружиться и, так сказать, ну, по крайней мере, добиться устаканивания ситуации в военном руководстве своей страны. Потому что на сегодняшний момент, когда идет вот этот вот генералопад, ну, такой небывалый по своей интенсивности, понятно, что в Министерстве обороны не работает просто ровным счетом никто при такой ситуации. Ну, какая работа? Все думают, кто следующий, кто кого съест и слышен, так сказать, за этими закрытыми дверьми хруст костей и чавканье челюсти. Поэтому, конечно, какая-то приостановка войны и какая-то передышка Путину нужна. И вот на это тоже рассчитаны, так сказать, эти публикации, эти взбросы. Идет обработка общественного мнения. Ну, и в частности, действительно, превращение вот этого форума мира в бессмысленное мероприятие, потому что Путин-то хочет мира, поэтому что вы там собираетесь? Возможно, такая ситуация гипотетически, да, когда что-то будет свидетельствовать о том, что Путин действительно хочет именно мира, ну, мирных переговоров за тем, чтобы остановить эту войну не для передышки, а для остановки, не через вот эти вот вбросы. Какие вот такие вот критерии могут возникнуть, которые будут свидетельствовать нам об этом? Критерий может быть только один. Это смерть Путина. Вот это единственный критерий, который может свидетельствовать о том, что что-то поменялось. Потому что никакие другие критерии здесь невозможны. Мы просто, ну, понимаете, это же не та ситуация, которая для каких-то наивных людей была в 2000 году, когда задавался вопрос, хуй с мистер Путин. Мы же прекрасно уже знаем, что это за человек, мы прекрасно понимаем, то есть, да, степень его безумия иногда бывает оценить довольно сложно, но уж какие-то вещи в отношении этого человека нам хорошо известны. И понятно, что войну он не остановит ни при каких обстоятельствах. Поэтому единственным условием, когда можно поверить, что российская власть готова остановить войну, это внезапная смерть Путина, там, или, я не знаю, военный переворот, или еще что-то такое, что заставит говорить о новом политическом субъекте, который вот на наших глазах будет возникать. Ну, а так, если Путин в Кремле, то никакого мира, конечно, не будет, это совершенно очевидно. Он, кстати, заговорил еще на прошлой неделе, да, вот начал поднимать вот эту тему, то, что мы с вами вроде обсуждали как раз неделю назад, тему легитимности Зеленского. Начал говорить о том, что он у Зеленского, ну, начал сомневаться в его легитимности. Ну, судя по всему, все-таки есть какие-то планы у Кремля попробовать, по крайней мере, расшатать ситуацию изнутри Украины с этими вот вбросами и нарративами, как вам кажется, насколько успешно это получится? Нет, ну, здесь два вопроса. То, что попробовать, конечно, тут не пробуют, тут просто это делают, расшатывают, в том числе и среди российских оппозиционеров, есть люди, которые с огромным удовольствием это все поддерживают. Но, значит, а другое дело, насколько это получится? Где, весь вопрос, где получится? Внутри Украины это точно не получится, потому что такой проблемы вообще в украинском паблике, в украинских медиа, в украинских политических кругах этого просто нет. Здесь есть абсолютное единство, так сказать, и власти, и оппозиции, и народа. Позиция такая, что Зеленский, к нему по-разному люди относятся, но, тем не менее, Зеленский президент, никакого сомнения в его легитимности в Украине не существует. Позиция в отношении выборов, о которых там говорится, тоже достаточно монолитная. Ну, там 70-75% выступают против, и те же самые люди, 70-75% выступают в поддержку легитимности Зеленского. Опять-таки, это не значит, что все эти люди в восторге от нынешнего политического и военного руководства. Но просто люди понимают, что в этой ситуации выборы и какая-то процедура смены власти от самоубийства. Поэтому внутри Украины этот вброс не проходит. Что же касается, значит, мировое общественное мнение, то тоже, в общем-то, как-то публично никто эту идею не поддерживает. Там были какие-то отдельные конгрессмены, которые говорили, что надо выборы. Но, тем не менее, такого публичной поддержки этой провокации, ее в западном общественном мнении точно нет. Так что, я думаю, что это попытка не пытка, как говорил товарищ Берия. Поэтому, что остается делать? Ну, вот такой вот вброс. Ну, я не знаю, честно говоря, эффективность этого вброса мне трудно измерить. Я думаю, что она очень близка к нулю. Мне, знаете, напомнило, что это вот, когда Владимир Путин называет Владимира Зеленского нелегитимным. Это очень похоже на сегодняшнюю историю, когда Россия планирует исключить движение Талибана из списка террористов. Да, вот такие созвучные, рифмуются, мне кажется, эти вещи. Ну, да, что-то, так сказать, что-то, может быть, рифмуется. Ну, слушайте, здесь действительно, если говорить о этой идее, когда Лавров предлагает Путину, давайте исключим Талибана из списка террористов, ведь они реальная власть. Но точно так же в России реальной властью обладает террористическая организация, и во главе России стоит государственный преступник Путин. Поэтому, да, здесь можно усмотреть какую-то аналогию. Но, в целом, я думаю, что это такое решение, которое давно зрело, потому что, ну, как-то явное противоречие. Вроде бы как встречаются, братаются, значит, принимаются, но в то же время, вот, вроде как это террористическая организация. Непорядок. Ну, исправляют, это мелкий недочет, мелкую такую погрешность. В юридической стороне дела. Ну, действительно, да, в России это уже настолько такое королевство кривых зеркал, потому что, по сути, правильно было бы наоборот. Если уж приравнять Талибан и Россию, то Россию внести в этот самый список, ну, российское руководство, российский режим, да. А тут, получается, Россия, наоборот, пытается Талибан исключить. Ну, это такое некое, получается, некая девальвация понятия терроризм вообще. А чем грозит, какими последствиями грозит вот девальвация понятия терроризма? Ну, собственно говоря, здесь я не думаю, что это в практической плоскости, что-то будет в этой связи происходить в практической плоскости. Потому что терроризм, ну, вот перед этим фразом, которую вы произнесли, она мне не вполне была понятна. Россию надо внести в список террористических организаций. Значит, вы имеете в виду, что Министерство юстиции Российской Федерации должно было внести Россию в список террористических организаций? Нет, я имею в виду, что по факту просто сама Россия... Нет, просто вы же оттолкнулись от того, что, значит, Талибан изымается из этого списка. По идее, надо было, конечно, туда внести Россию, это верно. Но я думаю, что такое решение Министерства юстиции, значит, внести Российскую Федерацию в список террористических организаций, это было бы интересно, это был бы хороший шаг, но малоосуществимый. Что же касается практических последствий, то, понимаете, ну, Россия по факту является террористической организацией, Россия по факту занимается террором, и то, что сейчас, ну, вот, обнародовала западная пресса о том, что Россия занимается террором в Европе, пытаясь, так сказать, каким-то образом помешать, значит, и воздействуя на, значит, политиков Запада таким образом, чтобы они перестали поддерживать Украину, ну, это, в общем, практика. Дело, дело товарища Судоплатова живет и побеждает. Россия террористическая организация, и эту традицию она свято чтит и хранит. Так что здесь ничего не происходит. Понимаете, террор – это государственная политика в России. Сегодня мы с вами беседуем в момент, когда в Харькове объявлен траур по поводу погибших людей, которые стали шертовами террористического удара по Харькову, по как раз скоплению мирных граждан, то есть целью удара по строительному гипермаркету, в результате которого, насколько я понимаю, погибло 16 человек и более 40 ранено, не могло быть ничего, кроме терроризма. Ничего. Там не было близко никаких военных объектов, там не было никаких складов с вооружением, о чем врет российская пресса. То есть, на самом деле, они били туда, куда били, попали туда, куда хотели попасть. То есть, объект, на котором гарантированно в выходной было большое количество мирных людей. Поэтому терроризм – это государственная политика России. Ничего здесь не изменится. От того, что они перестали считать официально талибам террористической организацией, ничего не меняется. То есть, это просто приведение, так сказать, юридической стороны дела к реальности. Да, действительно, в субботу был этот удар. Но вообще, Харьков сильно обстреливается в последние недели. Буквально каждый день какие-то прилеты, каждый день какие-то жертвы. И вы знаете, по поводу субботнего этого удара по строительному гипермаркету «Эпицентр». Выпускал заявление и форум «Свободной России», выпустил свое заявление и антивоенный комитет. Это более широкая такая организация. И вот антивоенный комитет, в частности, в этом заявлении, у них в очередной раз был призыв к странам НАТО, к США, к Евросоюзу больше помогать Украине. И в частности, на что я обратил внимание, там речь шла о том, чтобы дать, в конце концов, снять ограничения на удары Украине западным вооружениям по военным целям на территории России. Можно ли сказать, что этот вопрос стал неким консолидирующим? А то мы в последнее время с вами много говорим о различных ругательствах и спорах внутри оппозиции. А тут, казалось бы, такое относительно широкое объединение. Без ФБК, конечно же, но тем не менее, антивоенный комитет в этом вопросе солидарен. Значит, здесь две стороны вопроса. Во-первых, это действительно событие ожидаемое и событие, которое сейчас, если не брать там заявление антивоенного комитета и вообще того, что происходит в российской оппозиции, это совершенно отдельная история. Само по себе то, что это встало в повестку дня и, значит, вот эта отмена этого преступного, абсолютно безумного запрета стало предметом дискуссии. Она впервые вышла в публичную плоскость и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и позиция генерального секретаря Йенса Столтенберга, который, так сказать, на моей памяти, может быть, в немногих случаях генеральный секретарь НАТО выступает с такой мягкой критикой позиции политического руководства Соединенных Штатов Америки. И позиция Великобритании, и позиция Швеции, и позиция стран Балтии, они все выступают за то, чтобы этот безумный запрет, совершенно безумный запрет был отменен. Это очень важно. Я бы сказал, что вот это давление на руководство Соединенных Штатов Америки, тем более, что Блинкин даже уже обратился к президенту США с предложением отменить этот запрет. И по факту этот запрет уже отменен. То есть, уже и британским оружием, и шведским оружием, и французским оружием Украина может стрелять по территории, по военным объектам на территории России. Так что в значительной степени можно считать, что этот запрет уже отменен. Да, пожалуй, что и всем остальным оружием, я думаю, что при желании военное и политическое руководство Украины может пренебречь этим запретом. Тем не менее, конечно, все ждут того, что скажет Байден по этому поводу. Поэтому это главное, вообще одно из самых главных событий минувшей недели. То, что эта проблема выдвинута в публичное пространство. Что же касается российской оппозиции, насколько эта позиция консолидирующая, вы знаете, Дмитрий, я не вполне с вами согласен. Дело в том, что помимо фонда борьбы с коррупцией, который не присоединяется, ну, по крайней мере, ничего по этому поводу не говорит. У меня есть сильное сомнение в том, что они эту позицию поддержат. Я думаю, что целый ряд российских политиков, и я сейчас, может быть, ошибусь в перечне, ну, или тех людей, которые считают себя политиками, поддерживают эту идею. Ну, можно говорить о таких людях, как КАЦ, можно говорить о таких людях, как Светов. То есть, ну, и фонд борьбы с коррупцией, имеется в виду, так сказать, конкретных людей, которые считают себя политиками в этом фонде. Вы знаете, здесь демаркационная линия, она идет вот по какой черте. Значит, против этой идеи выступают те, кто считает, что в России еще сохраняется какая-то электоральная ситуация. И, ну, действительно, они открыто говорят, и тот же самый Светов, и тот же самый КАЦ, они открыто говорят, что не надо сейчас, так сказать, поддерживать Украину. Нельзя, так сказать, поддерживать вооруженные силы Украины, нельзя поддерживать добровольческие объединения российские, которые, и в частности, нельзя поддерживать идею фонда свободной России о создании российской освободительной армии, потому что это может не понравиться российскому населению. То есть, эти люди по-прежнему считают, что они находятся в электоральной ситуации. Они по-прежнему считают, что для них важно, так сказать, угодить, в том числе и, так сказать, путинскому электорату пытаться перетянуть его на свою сторону. То есть, по-прежнему считают, что они могут там как-то поучаствовать в каких-то там выборах на территории России и так далее. То есть, вот здесь проходит демаркация, вот здесь проходит линия отсечения тех людей, которые являются действительно противниками путинского режима и теми людьми, которые имитируют этот протест. Вот я думаю, что и поэтому между этими группами, так сказать, противников путинского режима нет и не может быть никакой консолидации. Нет и не может быть никакой консолидации с теми, кто по-прежнему считает, что надо нравится, пытаться понравиться путинскому электорату и рассчитывает на то, чтобы путинский режим был сменен на выборах. А так вот думают по-прежнему довольно многие представители российской, ну или те люди, которые себя называют российской оппозицией. По поводу технической части запрета на удары по территории России у меня есть к вам вопрос. Вы вообще понимаете, как это устроено? Вот что означает вот этот запрет, о котором мы с вами говорим и вокруг которого идет дискуссия на международном уровне в последние несколько недель? Казалось бы, Блинкин несколько раз подчеркивает о том, что мы, как бы, Украина сама решает, то есть, как бы, да, это может быть не то, чтобы добро, но это отсутствие запрета. При этом мы говорим о каком-то запрете. Это что, Байден должен какое-то слово сказать публично или Байден какую-то бумагу должен подписать? Как это должно работать? Ну, понимаете, это вообще загадочная в какой-то степени история, потому что никакой бумаги по поводу этого запрета не существует. По крайней мере, она неизвестна. Значит, нет, вообще этот запрет, он существует в некоторых головах. Вот это запрет внутри черепных коробок политиков, и, скорее всего, этот запрет возник в результате какого-то тайного сговора. Не очень понятно, кого с кем, но, скорее всего, там многие ссылаются на переговоры, в которых участвовали российские и американские спецслужбы. Значит, характер этой сделки, характер этого сговора по-разному трактуется. Кто-то говорит, что это была договоренность, в которой, значит, со стороны России было гарантировано, что Россия не будет наносить удары тактическим ядерным оружием. Кто-то говорит, что Россия гарантировала не нападать на страны НАТО. Ну, и вообще, какие-то проявления того страшного, то есть, страшной эскалации войны, как будто эта война уже не доэскалировалась до последней ступеньки этого эскалатора. Ну, вот, значит, вот такие вот разговоры. По крайней мере, от неких экспертов я слышал такие версии. Но, опять-таки, это никак не скреплено, это не существует такого договора на бумаге, на снарядах, которые поставляет Запад Украине, не написано, что бить только по территории Украины. Вообще, это, ну, с моей точки зрения, такая достаточно позорная история, которая, конечно, должна как-то прекратиться. Чего ждут? Я не знаю. Я вообще, опять-таки, ну, не мне давать советы какие-то украинскому военному и политическому руководству, но, на мой взгляд, ситуация такая, что, видимо, все-таки, надо просто по факту начинать преодолевать этот запрет практически. Хотя, видимо, все-таки, какое-то уведомление украинского политического руководства состоялось, потому что Зеленский тоже обращался же с предложением к Байдену отменить этот запрет. И, видимо, все-таки этот запрет существует, ну, в какой-то вот устной, негласной форме. Поэтому, поэтому, видимо, надо как-то, так сказать, ну, давить на Байдена, что ли, чтобы он все-таки сказал свое окончательное слово. Видимо, этого ждут. Хотя, еще раз говорю, что на сегодняшний момент ситуация такова, что практически, знаете, как это, это получается запрет Шрёдингера. То есть, он есть, а в то же время его нет. Ну, здесь, я думаю, я несколько раз уже в наших даже беседах с вами, Дмитрий, высказывал убеждение в том, что в этом году этот запрет будет отменен. Я думаю, что, и очень хорошо, что это обсуждение вышло в публичную плоскость. Ведь, что очень характерно, на сегодняшний момент единственный человек, который выступил против отмены этого запрета, это Олаф Шольц, который сказал, что да, вот у нас есть договоренность, мы эту договоренность будем соблюдать. Единственное, кто говорит публично, открыто решился выступить с позиции вот такого сохранения этого запрета. Ну, на самом деле, с одной стороны, это, конечно, грустно, с другой стороны, ничего особо страшного не произошло, потому что Федеративная Республика Германии, хотя очень сильно помогает Украине, но, тем не менее, она не предоставляет Украине какого-то дальнобойного оружия, на который этот запрет может сказываться. Ракеты Таурус не предоставляются, а те страны, которые фактически отменили этот запрет, они, в общем-то, как раз и предоставляют дальнобойное оружие. Та же самая Великобритания, та же самая Швеция. Поэтому можно... Но вот почему я вспомнил Шольца? Потому что ни один из американских политиков не выступил с открытой публичной поддержкой этого запрета. Это очень характерно. Как только эта тема вышла в паблик, что я, собственно говоря, и предсказывал, как только эта тема вышла в паблик, то никто не сможет... Ну, вот исключение небольшое Шольц, а так никто в поддержку этого запрета высказаться не сможет. Потому что вообще сформулировать даже резоны, по которым этот запрет существует, ну, абсолютно невозможно. Ну, как можно запрещать Украине, значит, в условиях, когда... Ну, вот ситуация в Харькове, да, чудовищная трагедия, обстреливают. И, значит, что? Украина не должна пытаться предотвратить эти... Не должна защищаться, или, как сказал один из конгрессменов, должна защищаться со связанными руками. Ну, это безумная позиция. Она, в принципе, не подлежит защите. Поэтому она может существовать только в ситуации, ну, некой закрытости. В ситуации некоторой завесы и недопускания ее к публичной плоскости. И то, что на минувшей неделе эта тема стала обсуждаться, я думаю, является предвестником того, что запрет будет отменен. А вы знаете, у меня по косвенным таким свидетельствам уже сложилось впечатление, что Украина начала работу по практическому преодолению этого запрета, ну, по крайней мере, подготовительную работу. Во-первых, две новости я в связи с этим вспомнил. Сегодня в Главном управлении разведки и Минобороны Украины подтвердили, что их беспилотник атаковал за горизонтную радиолокационную станцию в Орске в 1800 километрах. В выходные была РЛС постигнута, уничтожена беспилотником в Краснодарском крае. То есть, как будто бы, да, они уничтожают, может быть, эти РЛС для того, чтобы как раз-таки западными ракетами потом нанести удар, чтобы просто они не были обнаружены и не были сбиты российской системой ПВО. Ну, справедливости ради надо сказать, что все-таки это беспилотники, видимо, украинского производства. Да, но я имею в виду, да, украинское производство беспилотники, уничтожить РЛС, чтобы потом запустить, условно говоря, западную ракету, чтобы она не была обнаружена и сбита российской ПВО. То есть, такой подготовительный процесс. Согласен, да, возможно, но пока этого не произошло. Но вообще, в качестве усиления этого тезиса о том, что запрет бессмысленный, что он, конечно, должен быть отменен, это то, что, на самом деле, с точки зрения России, и Крым является российской территорией, а по нему, так сказать, никаких запретов наносить удары по военным объектам в Крыму не существует. Поэтому здесь, ну, какая-то такая уж очень запрет, он помимо того, что абсолютно абсурдный, он еще и дырявый. То есть, пожалуйста, по Крыму можно, по Крыму можно, по Донбассу можно, а вот, там, скажем, уже по, значит, там, Курску или Белгороду, или там, ну, и в то же время и по Белгороду наносятся удары, и в том числе западным оружием. И здесь тоже как-то вот запад не очень сильно возражает. То есть, на самом деле, абсурдность этого запрета, она просто очевидна со всех сторон. Поэтому я думаю, что, я думаю, что все-таки этот запрет рухнет, потому что, ну, иначе, иначе даже речь не идет о выигрыше войны, ну, иначе и сопротивляться-то невозможно. Генералопад прошлой недели, о котором вы вспомнили. Вы сами вот эти процессы, происходящие сейчас в российской армии, как характеризуете? Это что? Это чистка идет какая-то? Это борьба с коррупцией? Это убирают неугодных? Не знаю, это Белоусов самоутверждается? Потому что, с одной стороны, да, формально всем вот генералам, которых на прошлой неделе отстранили, либо арестовали, им обвиняют там, ну, либо махинации, либо взятки. Но тот же Попов, известный как Спартак, да, если мы его вспомним, мы же можем вспомнить, что он открыто критиковал руководство, прежнее как раз-таки армейское. Ну, знаете, Попов, я думаю, что это событие другого ряда. Попов это не чистка, это не про коррупцию, это как раз про политическую кастрацию армии. То есть, это продолжение той, ну, скажем так, уже давней традиции, которая, пожалуй, началась с восстания декабристов, когда впервые армия выступила против верховной власти России. И после этого, как мы знаем, очень резко усилилась соответствующая структура жандарскому управлению, которое в значительной степени стало контролировать армию. Ну, здесь, по этому поводу, много всяких художественных произведений в России, фильмов снятых о том, как, значит, жандармы пытаются как-то контролировать армию, внедряются, так сказать, в армию, пытаются проводить в ней чистки. Это, так сказать, XIX век. Ну, а в веке XX мы все помним события сталинских репрессий против армии, когда было уничтожено по, так сказать, советским оценкам порядка двух третей высшего военного командования Красной армии. А Гитлер оценивал, значит, эту чистку в 80%. И, собственно, сам Гитлер говорил о том, что он принял решение о нападении на Советский Союз, как раз в том числе исходя из того, что 80% высшего командного состава Красной армии было уничтожено. Вот. И в постсоветской, ну, потом мы все знаем, как поступили с Жуковым, который был, безусловно, серьезным политическим субъектом. Потом все, что происходило в постсоветской России, убийство генералов Лебедя и Рохлина. То есть армия политически кастрировалась в России всегда. Для того, чтобы... Потому что, ну, понятно, что диктаторский режим всегда боится военных переворотов. И для того, чтобы искоренить самую возможность военных переворотов, для этого происходит вот эта стерилизация армии. Я думаю, что генерал Попов, который, конечно, он ни в каком там перевороте не был замечен, никакого в этом смысле резона его убирать не было. Но сам факт возможности того, что человек, генерал, который, безусловно, поддерживался своими подчиненными, то есть это был человек, он действительно называл своих подчиненных гладиаторами. Его называли Спартаку. Там был вот этот вот телеграм-канал, который охватывал, так сказать, в котором участвовала значительная часть его подчиненных. То есть это был как раз возможный зародыш вот такого консолидированного протеста со стороны армии. И поэтому, так сказать, арест генерала Попова, это как бы, ну, что называется, от другой стенки гвозди. То есть это часть другого процесса. Пожалуй, что на сегодняшний момент, после показательной казни Пригожина, отставки Суровикина и вот, так сказать, история с генералом Поповым, это, пожалуй, вот три события, которые из этого ряда, из ряда политической кастрации армии. Все остальное это, то есть я бы здесь разделил стерилизацию армии и ее чистку. Чистка это по поводу коррупции, это действительно по поводу какой-то перестройки военного руководства. Ну и в значительной степени это, ну, как бы, может быть и здесь присутствует и перераспределение финансовых потоков. Потому что за этим явно просматривается попытка ФСБ усилиться и вполне возможно, что это просто замена крышевания этих потоков финансовых с армейских крыш на ФСБшные. Так что здесь неизвестно, насколько, если Путин действительно хотел бы повысить уровень финансирования армии, то есть убрать коррупцию, то я не исключаю, что на самом деле большого успеха он в этом деле не достигнет. А то, что реально происходит, то это, ну, в значительной степени паралич работы Министерства обороны. Поэтому, если сначала, когда все оценивали, так сказать, в чью пользу замена, вот, приход Белоусова вместо Шойгу, то многие говорили о том, что это плохо для Украины. А вот я сейчас уже и не знаю. Потому что то, что Министерство обороны не работает, это очевидно. Потому что, когда там, так сказать, идет вот этот вот генералопад, то понятно, что все ждут, кто следующий. И все пытаются понять, как спастись, куда бежать, где трудоустраиваться и так далее. Я думаю, что это в целом получается не так уж плохо для Украины. Еще одно, кстати, такое свидетельство, что во всей этой истории генерал Попов стоит несколько особняком. Жены мобилизованных выразили ему поддержку сегодня. Ну да, на самом деле генерал Попов это явление, конечно, совсем из другого ряда. Это не Тимур Иванов, это, так сказать, ну в любом случае там понятно, что, конечно, найти у него какую-то коррупцию при большом желании можно у любого. Человека, который хоть какое-то имеет отношение к распределению ресурсов, тем более в армии. Но понятно, что это совсем другой ряд. Это вот тот ряд, который, ну можно сказать, что это Пригожин. Причем, действительно, если представить себе на минуточку, хотя, конечно, ничего подобного в голове у генерала Попова не было. Но если представить себе на минуточку, что Попов захотел бы повторить марш справедливости Пригожина, я думаю, что у него бы это получилось и это привело бы к совсем другим результатам. Потому что человек, которого поддерживают в армии, которого поддерживают его собственные вооруженные, его собственные подчиненные, я думаю, что мог вполне дойти до Кремля и в конечном итоге при желании сменить власть в России. То есть, и я думаю, что Путин это прекрасно понимает. Именно поэтому его отставка была, и не просто отставка, а арест был неизбежным. Путин в очередной раз встречался с Александром Лукашенко. Казалось бы, это уже такое рядовое, можно сказать, событие. Они очень часто любят вдвоем друг с другом поговорить. Но если бы не два обстоятельства. Во-первых, место встречи. В этот раз Путин полетел в Минск. Во-вторых, то, что туда, судя по всему, с Путин отправился еще и тот самый Белоусов. А еще зачем-то они снова достали Януковича. В тот же день появилась информация о белорусских. Игла Юн сообщал, что самолет Януковича приземлился там где-то в Гомеле. Зачем вот этот вот кардебалет нужен был? Ну, вообще, присутствие Януковича является той самой лишней деталью, которая придает всему, всей этой истории, какую-то определенную загадочность и необъяснимость. Здесь уже самые разные гипотезы выдвигались. В частности, в диапазоне от того, что грядет Беловежская Пуща-2, ну, скажем, с обратным результатом, что они там решат втроем встретиться на том же месте, в тот же час, спустя, так сказать, там, сколько там, свыше 30 лет, 30 с лишним лет. И, значит, решат воссоздать Советский Союз. Ну, это так, из области страничка юмора. Ну, а что касается, высказывают еще идею, что Януковича пытаются сделать там каким-то гауляйтером, учитывая то, что в сочетании вот этого фейка о нелегитимности Зеленского, что Путин может достать из заднего кармана Януковича и сказать, что вот у Януковича еще год легитимности остался, она еще не протухла. Вот, пожалуйста, смотрите, какой свеженький Янукович вполне готовый в качестве президента Украины досидеть еще оставшийся ему год. Ну, все это, я все-таки думаю, что все это из области некой фантастики. Вот, поэтому вот то, зачем, так сказать, устраивают вот эти вот грузоперевозки, таскают тушку Януковича туда-сюда, это я не знаю. Ну, посмотрим, какая-то может быть, какая-то странная комбинация здесь может присутствовать. Что касается, значит, очередной рандеву Путина и Лукашенко, то здесь основной вопрос, против кого они в этот раз в большей степени дружат. Существует гипотеза, что все-таки Путин пытается склонить Лукашенко к тому, чтобы он не использовал свою армию против Украины. Я сразу могу сказать, что я в перспективу, то, что он пытается, я не спорю. Я думаю, что вполне возможно. Но, ну, примерно, представим, мы, конечно, ну, вот, мы как граждане России, я, по крайней мере, как гражданин России, в меньшей степени наблюдаю за Лукашенко, нежели за Путиным, но, тем не менее, все-таки приходится присматриваться, и эти наблюдения доказывают, что Лукашенко слишком опытен, слишком рационален, в меньшей степени подвержен безумию, чем Путин, поэтому я, ну, я буду очень удивлен, если Лукашенко поддастся на эти, на это давление, использует свою армию против Украины. Думаю, что этого не произойдет. Ну, просто потому, что инстинкт самосохранения у Лукашенко развит не меньше, чем у Путина, а степень безумия у него намного меньше. Другой вопрос, может ли сегодня эта дружба быть направлена не против Украины, а против стран НАТО, ну, например, стран Балтии. Ну, вот здесь уже теплее, хотя тоже полномасштабное нападение, вторжение в какую-то страну, там, Польшу, в страну Балтии, я думаю, маловероятно, по той же самой причине, потому что Лукашенко не самоубийца. Но использовать какие-то теракты, то есть, тех же самых вагнеровцев, которых в Беларуси, по-моему, там оценивают порядка тысячи человек, вот здесь возможность такая есть. То есть, провокации, то, что, ведь до сих пор, на самом деле, и против Финляндии, в частности, используется вот это вот миграционное оружие. Недавний запрет закрытия границы Финляндии со стороны России, то есть, Финляндия не пропускает, значит, не пропускает людей, которые пытаются найти политическое убежище в Финляндии. И это связано не с россиянами, которые бегут из России, это связано с тем, что Россия использует миграционное оружие против стран Запада, в частности, против Финляндии. То есть, люди из Северной Африки, из арабских стран, они специально заманиваются, так сказать, в Россию для того, чтобы транзитом отправлять их в Финляндию, в другие страны Запада. То есть, миграционное оружие. То есть, на самом деле, мы помним, что некоторое время назад Лукашенко устроил на границе с Польшей. То есть, попытка дестабилизировать Польшу с помощью заманивания на свою территорию, значит, мигрантов из Северной Африки, и затем попытка устроить вот такой вот навал на границу Польши. Примерно то же самое сейчас устраивается с Финляндией. То есть, при этом совершенно невозможно исключить, что, например, в результате прорыва границы на территорию западных стран может прорваться и какой-то диверсионный отряд, который под видом мигрантов устроит какую-то дестабилизацию. То есть, на самом деле, это не какое-то отдельное, причем, что мне кажется важным, это не какая-то отдельная попытка мелкими укусами испортить настроение политической элиты стран Запада. Это тестирование. Это тестирование, это проверка на слабо. Это обычная тактика мелких бандитов, уличной шпаны. Путин все-таки по своей базовой специализации, по своей базовой профессиограмме, он все-таки такой мелкий бандит, участник вот этого группы организованной спортивности в Питере. Поэтому ему очень близка эта тактика. Попробовать. Попытаться изменить морские границы между, ну, как раз в Балтийском море. Вот посмотреть. Да, сопротивляются. Ответ был очень жесткий. Ладно, убрали. Теперь вот что-то устроить на границе. Ну, вот отреагировали жестко. Теперь устроить миграционную провокацию. Вот это все время там самолет куда-то будет залетать не туда. То есть, постоянное тестирование. Постоянная попытка проверить, насколько Запад в состоянии жестко реагировать на вот эти провокации. И это будет постоянно. Пока Путин в Кремле, эти провокации будут. Возможно, будет что-то более серьезное. Но пока, мне кажется, все-таки у Путина срабатывает инстинкт самосхоронения. Ну, также нужно не забывать в контексте вот этого вот визита и их встречи о том, что Россия проводит учения с тактическим ядерным оружием, а на втором этапе должна присоединиться Беларусь. И кажется, сегодня как раз второй этап начался. Может быть, с этим тоже был связан визит Белоусова, в том числе вместе с Путиным. Да, безусловно. Я хотя не очень понимаю. Вы знаете, Дмитрий, когда говорят, что на втором этапе присоединится Беларусь, а что, у Беларуси уже есть ядерное оружие? В этом смысле, мне кажется, все это будет происходить на территории Беларуси, но не более того. Поэтому присоединение Беларуси в качестве кого? Да, Лукашенко надувает сейчас щеки, изображая из себя большого ядерного диктатора. Но он таковым, конечно, не является. То есть, Лукашенко даже сторожем при вот этих ядерном арсенале, который расположен на территории Беларуси, ему роль сторожа не светит. То есть, это по-прежнему российское оружие и полностью контролирует хранение, использование, транспортировку и использование ядерного оружия как раз то самое 12-е управление Генштаба вооруженных сил России, которое отвечает за него. И никакого делегирования Беларуси здесь не происходит. Ну и самое последнее, я у вас, знаете, о чем хочу спросить? По поводу праймерис, которые прошли в Единой России и в которые участвовали порядка 100 с лишним героев так называемых СВО, и все они с треском провалились, по-моему, в 12 или в 13 регионах? Не все. Ну, большинство. Вы знаете, ну, опять, я специально, специально, поштучно не считал, но, значит, они все с треском провалились, извините, что я вас перебил, но просто здесь все же публично, они с треском все провалились в Москве. В Москве действительно никто из них не прошел это праймерис, но где-то вот из 103, насколько я помню цифры, порядка 40 продолжают борьбу. Так что в регионах, особенно в Крыму, это работает. А в целом это важно. Мне кажется, это важное такое тестирование, и в какой-то степени это заменяет ту самую опросную социологию, которая в тоталитарных фашистских режимах невозможна. А здесь вот по факту, что называется, люди проголосовали. Причем, поскольку это праймерис единой России, то есть там нет людей, которые здесь не участвовали, люди какие-то негативно относящиеся к Путину, к его политике, и даже внутри провластной аудитории, среди сторонников Путина, конечно, вот эти вот отморозки, они не вызывают поддержки. И, кстати говоря, мне кажется, это очень хороший индикатор полного провала путинской идеи обновления элиты. Сделать так, чтобы вот эти вот люди, прошедшие войну, совершенно уже это люди с тяжелой формой так называемого украинского синдрома, по аналогии с вьетнамскому, по аналогии с афганским, с чеченским синдромом. То есть я думаю, что это полный провал попытки Путина создать вот эту новую элиту. Я не знаю, было ли у него в голове действительно такое намерение, или это было в большей степени риторика, но это как раз очень, это симптом, это значимые события, мне кажется. Да, вот ровно вы, собственно, и ответили на мой вопрос, который я не успел задать. Я как раз хотел отметить, да, здесь, что можно говорить о неком саботаже своими же вот этой путинской идеи о новой элите, поскольку действительно речь идет о праймере с единой России, где участвуют члены единой России, ну и там бюджетники различные, которых заставляют. Вы знаете, я думаю, что это инстинкт самосохранения. Понимаете, Путин пытается, что называется, впихнуть, так сказать, вот в партию власти вот этих отморозков. Но сами, понимаете, Единая Россия, это же никакая не партия власти. Единая Россия, это партия бюрократии. Партия бюрократии. И бюрократия, она противится вот внедрению в свою ткань, в свою среду вот этих отморозков. Потому что, ну, это же, это же совсем, они как бы нарушают вот эту бюрократическую гармонию. Они, так сказать, плохо пахнут, дурно воспитаны, стреляют ни с того, ни с сего. Бюрократия тоже стреляет, но она делает это другим способом, она поручает это киллерам и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, что это, ну, можно, конечно, назвать саботажем, но это, мне представляется, инстинкт самосохранения бюрократии, которая, номенклатуры, которая, так сказать, живет по своим правилам и совершенно не готова эти правила менять, так сказать, вот таким вот внедрением совершенно чужеродного элемента. Да, бюрократия будет поддерживать этих людей, она будет раздавать им ордена, медали, она будет, назначать их главными воспитателями подрастающего поколения, но впускать в свою, в свою ткань, конечно, бюрократия, но помимо всего прочего, это же еще и делиться, а зачем? Поэтому нет, у Путина здесь ничего не получится. Спасибо большое, Игорь Александрович, на этом будем завершать. Удачи вам, вашему каналу, всего доброго. До свидания. Игорь Яковенко, напомню, был сегодня гостем нашего стрима журналист-публицист истецовок. Мы на этом с вами также прощаемся.